В президент отеля прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам и перспективам развития Южно-Кавказского региона, одним из организаторов которой выступил Вестник Кавказа. Сюжеты, которые связаны с Южно-Кавказом, сейчас имеют огромное значение для российско-арбайджанских и российско-арбайджанских отношений. Они инкорпорированы в мировые глобальные программы, которые стоят в четыре человечества, где имеют крыша энергетика, транспортные потоки, взаимодействия стран Азии, Европы и Америки. Они инкорпорированы в целый ряд, я бы сказал, актуальны для современного общества европейского сюжета, будь то взаимодействие разных культур, которые проживают в Европе, культур, которые, может быть, ранее не проживали так близко к другим местам, не взаимодействие, но сейчас это уже реальность, обыденность, я даже сказал. Как Южная Европа и Северная. Конечно, это крайне важно для нашей страны, как страны много национальности. Мне хотелось бы подчеркнуть, что очень важна такая конференция проводится в Москве среди московского сообщества, экспертного, политологов. Достаточно много внимания уделяется проблеме Южного Кавказа, и это неудивительно до недавнего времени. Мы все жили в одной большой стране, которая называлась Советским Союзом, и, конечно, и России не может быть безразличным, что происходит у ближайших соседей. И, конечно, нам всем не безразлично, как нам относятся в России. Мне хотелось бы подчеркнуть, что за последние годы отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком политическом уровне. Я думаю, что я не открою какого-то секрета и какой-то тайности, если скажу, что очень хорошие взаимоотношения между нашими президентами Дмитриевичем Медведевым, Дмитриевичем Алиевым. До этого эти отношения, и сейчас они продолжаются, были с бывшим президентом России, имени премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Именно Путин был обижать большая заслуга в том, что в 2001 году совершил первый государственный визит в Азербайджан. И это как бы явилось вот той отправной точкой, которая в корне поменяла наши политические взаимоотношения. И начиная с 2001 года эти отношения идут по восходящему. В условиях, достаточно динамично меняющихся миропорядка, говорится о тех процессах, которые происходят сегодня, наверное, было бы сложным, если мы их трассовали год или два тому назад. Как показывает практика, ситуация меняется достаточно быстро. И притом на шахтной доске евразийского пространства происходят достаточно глобальные, но в том же время интересные пертурбации. Буквально несколько дней назад, в Стамбуле, на конференции, посвященном вопросам глобальной регионы Алипо-Ински, МИСАДАВДОУ, Министр Анастана Визора Турции, сказал весьма интересную фразу, которое заключалось в том, что если 10 лет назад у Турции спросили, кто является тремя ее основными оппонентами, то Турция бы назвала Россию, Сирию и Грецию. Сегодня со всеми странами отменен визовый режим, и наличие достаточно эффективные, достаточно высоко рентабельные экономические взаимоотношения. У России создается новая диалоговая площадка, и мы планируем, что эти встречи экспертами будут вестись на постоянной основе, по крайней мере раз в месяц, потому что не хватает тех точек соприкосновения, позиций, в которых могли бы обмениваться не только российский и азербайджанский эксперт, но ведь сегодня есть и из Казахстана. Я знаю, что здесь сидят армянские эксперты, они просто не афишируются. Значит, слушают, прислушиваются, обмениваются мнениями, и для России очень важно, чтобы, поскольку мы являемся одним из модераторов Нагорно-Карабахского конфликта, чтобы такие встречи были постоянные и на более предстоитном уровне, потому что мы видим, сегодня присутствуют только, за что очень благодаря нашим азербайджанским партнерам, руководителям, ведущим экспертам Азербайджана из Казахстана. В следующий раз я надеюсь, что будут армянские и грузинские эксперты. Поговорим, разговор плохим не бывает, потому что, если я говорю, худой мир всегда лучше доброй ссоры.